всем привет с вами ирина и канал my diy life несколько недель назад я публиковала видео в котором делала ватного деда мороза и снегурочку и спрашивал вас в этом видео какие еще ватные игрушки вы хотели бы посмотреть я собрала наиболее запрашиваемые варианты и сегодня покажу вам еще несколько ватных игрушек своими руками смотрим очень многие просили показать птичек и так берем прямоугольник ваты и сворачиваем из него нечто вроде куриной ножки обматываем заготовку нитками чтобы держала форму смазываем клеем пва и сверху обклеиваем тонкими пластами ваты после чего просушиваем у батареи или при помощи фена формируем из ваты небольшой шарик также обматываем нитками и приклеиваем на куриный окорочок это голова обклеиваем ее тонкими слоями ваты до необходимого размера из небольшого кусочка ваты формируем конус это клюв и приклеиваем на голову у меня птичка повернула голову и оглядывается но можно направить клюв и прямо скручиваем из проволоки петельку для подвешивания и оборачиваем вокруг головы наклеиваем еще слой ваты чтобы скрыть проволоку и окончательно придаем форму голове пальцами смоченными в обыкновенном яичном белке наклеиваем с двух сторон от клюва небольшие шарики ваты это будут щечки и также все заглаживаем и выравниваем пальцами пальцы к белку не прилипают и можно формовать вату как угодно подклеивая тонкие кусочки чтобы добиться идеально ровной поверхности вырезаем из пластоваты два кусочка в форме капли это крылья приклеиваем к тушке и промазываем клеем смоченными в белке пальцами придаем форму крыльям я прямо ногтями проминала полосочки как будто это перья и немножко приподнимала кончики крыльев чтобы они торчали после этого снова сушим теперь фигурку можно раскрасить я решила сделать яркую птичку немножко похожую на красного кардинала потому что у меня на голове получился хохолок у петельки поэтому покрасила ее в ярко-алый цвет и поскольку я делаю некое подобие птички кардинала я нарисовала темно-коричневую маску вокруг клюва и затемнила маховые перья на крыльях глазки я нарисовала блестящей контурной краской и придала нужную форму иголочкой можно также вклеить бусинки после того как все высохнет промазываем фигурку еще раз пва и посыпаем слюдой или блестками оставлю в описании ссылочку на сайт где можно купить слюду мне его посоветовала одна зрительница надеюсь и вам пригодится мне хотелось сделать птичку очень яркой и нарядной и поэтому хвост я решила сделать из натуральных перьев очень люблю перышки в елочных игрушках использовать у меня были крупные страусиные перья красного цвета и еще набор небольших перышек я взяла бордово-коричневый как раз цветовая гамма для моей птички мелкими перышками я также обклеила кончики крыльев и в завершение я посадила птичку на ветку у меня веточка металлическая покупала давно на ebay но можно конечно взять и кусочек сухой красивой веточки и дополнительно украсила ветку несколькими ленточками бантиками и небольшими бубенчиками еще один бубенчик я привязала к петельке конечно из-за пушистого длинного хвоста птичка потеряла свою биологическую достоверность так сказать потому что у кардинала такого хвоста конечно не бывает по силуэту получился практически павлин но зато игрушка с перышками смотрится очень ярко и нарядно я именно по этой причине не стала делать снегирей или синичек хотя тоже их люблю хотелось пофантазировать с ватой и придать ей немножко неожиданное звучание скомбинировав с вполне современными материалами еще один популярный запрос снеговики их встречала огромное множество покажу свою вариацию скопированную из картинок одной художницы к сожалению не сохранила ее имени снеговики разумеется начинаются с круглых комочков я сделала их четыре для двух снеговичков точно так же как и для птички формовала округлый комочек и обматывала нитками чтобы придать окончательную форму из проволоки скручиваем петельки для подвешивания я оборачивала проволочки вокруг верхнего комочка и хвостики приматывала нитками к нижним таким образом сразу собираем и общий силуэт снеговика оба комочка промазываем пва и приклеиваем сверху тонкие слои ваты выравнивая поверхность после этого просушиваем основу я пользуюсь феном для скорости можно и подвесить рядом с батареей на ночь теперь можно приступить к формированию личик приклеиваем голове два комочка ваты на места где должны быть щечки и еще два маленьких комочка на место носа и подбородка берем яичный белок и покрываем приклеенные комочки тонкими слоями ваты разглаживая и формируя рельеф руками на лоб можно приклеить пласт потолще чтобы лицо стало еще более живым и рельефным палочкой прорисовываем улыбающийся ротик и углубляем глазные впадины также тонкими слоями ваты и пальцами смоченными в белке обклеиваем и выглаживаем поверхность всей головы и просушиваем после того как голова высохла и можно не бояться ее помять формуем тушку у этого снеговичка фигура имеет форму капельки он как будто бежит поэтому я наращивала пятую точку до нужной округлости у второго снеговичка все абсолютно также клеим два комочка на щечки по комочку на нос и подбородок палочкой прорисовываем улыбку и глазки выравниваем и просушиваем голову и потом формируем тушку до нужной формы и размер у этой фигурки капелька не изогнутая а смотрит вниз окончательный слой заглаживаем пальцами смоченными в яичном белке эту фишку с белком я случайно нашла в интернете недавно автор блога писала что знает ее от своей бабушки благодаря тому что белок не прилипает к рукам можно накладывать даже совсем тонкие слои ваты и добиться ровной и гладенькой поверхности нужной формы после высыхания белок схватывается жесткой корочкой и у вас не будет никаких бугров и неровности как может получиться при использовании клея пока конечно не тестировала длительное время такие игрушки на сохранность но с другой стороны в старину кирпичи клали на раствор с белком так что надеюсь все будет хорошо минус этого способа в том что вата становится желтоватой и и обязательно нужно будет закрашивать делаем ручки отрезаем кусочки проволоки нужной длины оборачиваем ваты и обматываем нитками а затем обмазываем клеем и оборачиваем ваты уже начисто формируя эдакие сардельки бегущему снеговичку загибаем края сарделек вверх это будут ладошки приклеиваем ручку на место и примазываем тонким клоком ваты из узкой полоски ваты делаем манжету аналогично приклеиваем вторую ручку второму снеговику сгибаем сардельки в форме бумеранга у меня очень образное мышление да и приклеиваем так чтобы ручки оказались сложенными на пузе носики морковки это просто конусы из ваты свернутые на небольших проволочках и обмазанный клей предполагаю что их можно помять при хранении если опасаетесь этого носики можно слепить например из полимерной глины после высыхания красим морковки в соответствующий цвет как я уже упоминала белок придает фигуркам желтоватый оттенок но снеговики обязаны быть белыми поэтому красим готовые фигурки белым акрилом пора отчеловечить снеговичков мне хотелось сделать максимально доступную для исполнения роспись поэтому снеговички у меня с закрытыми глазами очень просто рисуется но какие же они милашки получаются и не обойдемся без макияжа вам понадобятся любые розовые румяна набираем румяна на мягкую кисточку и подрумяниваем снеговикам щечки и подбородок приклеиваем нос и морковки и лица готовы мне захотелось переодеть снеговичков поэтому девочку я нарядила в шапочку с большим помпоном а мальчику повязала на шею шарф после высыхания шапку и шарфик я покрасила в ярко красный цвет и наконец обмазываем снеговиков клеем пва особенно на лице чтобы закрепить румяна и при желании посыпаем слюдой эти снеговики делаются как видите совсем просто не нужны сложная роспись или какие-то мелкие детали не считая носа но при этом они невероятные очаровашки и я надеюсь многие захотят украсить ими свою елку или подарить кому-то из близких вы можете собрать целую семейку таких снеговичков в разных позах поставить их на лыжи или коньки посадить на санки нарядить в шапки и варежки разных цветов и фасонов в общем тут целое поле для разгула вашей фантазии следующая игрушка лошадка качалка давно хотел сделать ее на елку и вот представился пол чтобы проще было соблюсти правильную форму лошадку я буду делать по шаблону ссылку на него я как всегда оставлю в описании шаблон вырезаем из любого картона туловище четыре ноги и полозья на картонной заготовке на пва наклеиваем вату формируя объемную половинку просушиваем и повторяем с другой стороны по торцам детали остался виден картон наклеиваем тонкие клочки ваты на торцы окончательно формируя объемную деталь также выравниваем ножки и сразу приклеиваем их к туловищу сначала с одной стороны чтобы ножки приклеились ровно под них лучше подложить что-то объемное я подложила толстую линейку до момента высыхания после высыхания все то же самое делаем с другой стороны выравниваем детали ножек примазываем к туловищу и укрепляем тонкими клочками ваты тоже все на линейке или дощечки просушиваем и примазываем ножки уже со стороны животик теперь можно окончательно выровнять фигурку белком мне удобнее оказалось делать так вату заранее разбираем на мелкие клочки одну руку оставляем сухой чтобы брать вату и примазываем и приглаживаем вату все время другой рукой то есть одна рука мокрая а вторая сухая ей берем вату и ей же держим фигурку на этом же этапе я сделала лошадки копыт просто обмотала жгутиками ваты низ ног формирую толщение после высыхания можно приклеить полозье я отрезала два кусочка деревянной палочки приклеила их копытом и уже на палочке клеила полозье на спину приклеиваем петельку для подвешивания и красим все в белый цвет чтобы убрать желтоватый оттенок оставшийся после белка вырезаем овальный кусочек ваты на седло приклеиваем лошади на спину заодно это спрячет хвосты от петельки палочкой передаем седлу нужную форму остались грива уши и хвост из ваты накручиваем много-много тонких жгутиков из тонкого пласта ваты вырезаем два треугольничка на уши подходящего размера обмазываем треугольничек клеем и укладываем на голову края загибаем внутрь и придаем уху форму палочкой и обклеиваем ухо и шею жгутиками ваты формируя гриву и челку то же самое повторяем с другой стороны чтобы не помять первое ухо я уложила лошадку на кусачки окончательно формируем гриву и по такому же принципу делаем хвост приклеиваем целый веник из жгутиков промазываем клеем и придаем нужную форму полозья для жесткости промазываем пва остается раскрасить лошадку гриву и хвост я покрыла серебряной краской а седло копыта и полозья золотой и хвост и гриву я дополнительно прорисовала контурной краской чтобы сделать форму более детальной и этой же краской нарисовала уздечку и крепление седла и расписала седло и полозья мне нравится для подобной росписи использовать контурную пасту от таир она более плотная чем обычная контурная краска и ложится объемно как будто тонкая проволочка это дает более выраженную фактуру завершение промазываем лошадку клеем и присыпаем следой или блестками такая лошадка еще один вариант несложный но эффектные игрушки на елку ее можно украсить помимо росписи стразами жемчужинками бантиками бубенчиками и прочим около месяца назад я показывала переделку лошадки из фикс прайса вот для тех кто не нашел пластиковую лошадь в продаже это вариант сделать нечто подобное самостоятельно лошадка получается совсем небольшая но если увеличить выкройку можно сделать и вариант побольше для декора который уже не вешается оставится под елку наконец самое сложное в исполнении на сегодня игрушка бабка ешка начинаем мы с лица поскольку персонаж это характерный готовые молды лица тут не подойдут так что придется лепить самим лицо я лепила из полимерной глины немножко вытягиваем заготовку лица снизу формируя заостренный подбородок 2 шарика на щечки также как делали у снеговиков и небольшой овальный пласт на лоб конечно же самая выдающаяся часть лица во всех смыслах это нос очень удобно что не нужно стараться вывести римский профиль прорисовываем рот и носогубку приклеиваем две тонких колбаски над глазными впадинами формируя надбровные дуги два крошечных комочка приклеиваем народ это зубы и еще две совсем тонких колбаски под глазами чтобы сделать хитрый прищур палочкой прорисовываем морщинки на лбу и у глаз из двух комочков полимерки лепим ладошки обхватывающей палочку тут я сделала ошибку нужно было сразу лепить на тех палочках которые будут готовы игрушки и на них же запекать дальше покажу поскольку полимерка хоть и называлась у меня телесной оказалась совсем светлая я покрасила и лицо и ладошки в цвет чуть потемнее расписываем лицо белым цветом брови зубы и белки глаз красным улыбку коричневым подводим глаза и рисуем зрачки прошу прощения у камера почему-то все время убегал фокус и увидела это уже только при монтаже последний штрих губкой подрумяниваем бравую бабку проходясь по щекам подбородку и носу лицо и руки готовы можно приниматься за туловище из проволоки делаем петельку примерно по размеру юбки а также скручиваем заготовку для рук получается такая толстая буква т покажу кстати вату которую я использовала а то многие спрашивали в прошлом видео это обычная медицинская вата в рулончиках в аптеке продается нарезаем несколько тонких полосок ваты и обматываем ими поперечную буквы т будущие ручки а проволочную капельку обматываем полоской пошире и наращиваем объем ваты свернутой комочком чтобы получился бочонок оборачиваем тонкой полосой ваты и обмазываем клеем формируя юбку внизу закругляем а сверху делаем сужение к талии сначала с одной стороны а потом с другой после высыхания делаем будущей бабки позу руки в боки и приклеиваем лицо и ладошки обвязываем талию ниткой или ленточкой чтобы посильнее и и обозначить из двух прямоугольных кусочков ваты формируем объемные рукава промазываем сверху клеем и подсушиваем кладем бабку лицом вниз укладываем верхний слой юбки чтобы получились красивые правдоподобные складки волокна ваты на юбке должны идти сверху вниз и укладываю на попу на шлепку это будет передник формирую складки на переднике и юбке палочкой очень удобно подравнивать края и придавать нужную форму укладываем на спину комок ваты формируя горб и накрываем прямоугольничком ваты это будет жилетка также промазываем клеем и палочкой формируем складки после высыхания задней части повторяем все то же самое спереди укладываем тонкий пласт ваты направляя волокна сверху вниз промазываем клеем палочкой подправляем форму и формируем складки из тонкого жгутика делаем пояс из двух прямоугольников формируем полы жилета чтобы на плечах не было видно перехода края прямоугольников нужно оборвать руками палочкой выводим складки и выравниваем края в качестве крепления я вклеила прищепку от разбитой старой игрушки в этот раз помню проблемы с дедом морозом и снегурочкой я решила красить фигурку поэтапно и прежде чем делать дальнейшие детали покрасила жилетку в красный цвет а рубаху под ней в оранжевый бабуля будет держать целых две метлы черенки метел я сделала из палочек для еды и когда стала вставлять их в руки сломала обе ладошки пришлось их подклеивать так что если решите повторять запекайте ладошки сразу на черенках дальше из тонких скрученных жгутиков ваты делаем бабуле седые космы и наряжаем ее в высокую шапку или платок раскрашиваем передник юбку и шапку скручиваем много-много жгутиков и делаем из них метлы делаем на рукава манжетики раскрашиваем их красным и расписываем точками рукава и передник после высыхания я дополнительно прошла с белой краской сухой кистью высветляя складки и последний штрих покрываем игрушку пва и присыпаем слюдой эту бабу ягу я скопировала со старой советской елочной игрушки из стекла я просто обожаю ту очаровательную бабку с крайне шкодным выражением лица них много раз приносили на реставрацию но собственной пока так и не обзавелась и поэтому решила сделать похожую из ваты надеюсь мне удалось передать позу и настроение я немножко переначала цвета но в остальном старалась придерживаться исходной игрушки думаю она прекрасно подойдет на елку украшенную в ретро стиле конечно же как обычно мне ужасно любопытно какая из сегодняшних игрушек вам нравится больше всего пишите мне об этом в комментариях если это видео было для вас интересным и полезным то как обычно лучший способ поддержать мой канал это подписаться на него и посмотреть больше моих видео на сегодня все всем пока